Приветствую тебя друг, сегодня я тебе расскажу об индикаторе объемов. Мы разберем что такое объемы, посмотрим код индикатора и покажу как анализировать объемы на графике. Что такое объемы? Объем это суммарное количество совершенных сделок на бирже в виде покупки и продажи акций, фьючерсных контрактов или валюты за определенный период времени. Каждая сделка увеличивает объем, чем больше объемов проходит в инструменте, тем он более ликвидный и привлекательный для трейдеров. Так как в ликвидных инструментах меньше спред, значит торговать выгоднее, потому что рыночные ордера будут исполнены с меньшим проскальзыванием и в необходимом трейдеру объеме. Какие бывают объемы? Как таковой классификации не существует, мы разберем два вида биржевых объемов, с которыми работают трейдеры, это вертикальные и горизонтальные. Вертикальный объем показывает сколько контрактов проторговано за определенный период времени в качестве гистограммы под графиком или в отдельном окне. Горизонтальный объем показывает сколько контрактов проторговано на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. В данном видео мы подробнее рассмотрим вертикальный объем. Что такое вертикальный объем? Вертикальный объем – это общее количество акций или контрактов, проторгованных за определенный период времени в натуральном или денежном выражении. Вертикальный объем обычно отображаются в виде столбцов гистограммы под графиком цены. Объем это активность. Анализируя активность трейдеров при различных изменениях цены трейдер строит ожидания по следующему развитию событий. Индикатор вертикального объема. Для того чтобы добавить индикатор на график переходим в индикаторы и в строке поиска вводим объем и выбираем объем. Индикатор добавился на наш график. Давай посмотрим его настройки. Во вкладке аргументы мы видим входные данные индикатора для расчета его среднего значения. По умолчанию задан расчет среднего значения за 20 свечей. Во вкладке стиль мы можем настроить внешний вид индикатора и включить отображение среднего значения. Давай настроим внешний вид индикатора так как я считаю правильным. По умолчанию столбцы индикатора имеют цвета красный и зеленый. Новичок может подумать что зеленый это объем на покупку, а красные на продажу, но это неправильно. Они всего лишь окрашиваются в цвет свечи. В каждой свече присутствует объем на покупку и продажу, только в разном соотношении. Данный индикатор этого не показывает, поэтому цвет растущего и нисходящего объема в данном индикаторе поменяем на один и тот же, например на зеленый. Включим отображение среднего значения по объему и изменим цвет на белый. На индикаторе появилась белая линия, обозначающая средний объем за 20 свечей, но я предлагаю увеличить количество свечей с 20 до 200. И что это нам дает? Белая линия показывает примерный уровень фонового и взрывного объема, это как я их называю. Фоновый объем, это объем при котором цена движется спокойно без больших свечей. Взрывной объем, это объем при котором цена ускоряет движение и движется большими свечами или разворачивается. Так как TradingView не дает нам посмотреть код индикатора, мы напишем его сами и немного его сократим. Код индикатора вертикальных объемов. Код состоит из трех строчек кода. В первой строчке мы объявляем функцию индикатор, задаем имя, объем и отключаем отображение индикатора на графике. Во второй строчке объявляем функцию plot, дорисование столбцов объемов. В скобках задаем источник данных, волум, объем. В аргументе color задаем условие выбора цвета столбца. Если цена закрытия close больше цены открытия open, то цвет будет зеленый, иначе красный. Далее задаем стиль отображения данных, столбцы и задаем имя, объем. В третьей строчке объявляем функцию plot для рисования линий среднего значения. В скобках в качестве источника данных задаем функцию скользящий средний, и для нее указываем источник данных, объем, волум, для 200 свечей. Далее задаем белый цвет линии и имя среднее значение. Теперь добавим индикатор на график, и видим точно такое же отображение индикатора, как нам предлагал трейдинг вью. Только изменим цвет столбцов и все. Как анализировать вертикальный объем? Сам по себе вертикальный объем не несет информации, достаточно для принятия торговых решений. Вертикальный объем, как и другие индикаторы, анализируется только во взаимодействии с поведением цены. Вот общие правила взаимодействия цены и объема. Правило номер 1. Рост объема во время роста цены предсказывает еще более высокие цены. Соответственно, рост объема во время снижения цены предсказывает еще более низкие цены. Вот смотри, объем растет и цена продолжает расти. Правило номер 2. Огромный объем более чем в 2 раза, превышающий обычный, предупреждают о возможном изменении тренда. Вот объем сильно увеличился и цена развернулась. Правило номер 3. Растущая цена при объеме меньшем, чем на предыдущей свече, предсказывает завершение текущего роста. Соответственно, снижающаяся цена при объеме меньшем, чем на предыдущей свече, предсказывает завершение текущего снижения. Вот смотри, цена растет и в какой-то момент объем начинает уменьшаться и цена разворачивается. В следующих видео я планирую разобрать индикатор, стахастический индекс относительной силы. Если тебя это заинтересовало, то подпишись на канал и поставь лайк.